Добрый вечер, в эфире «Весь Карачаева-Черкесия» в студии Руслан Жукаев. Накануне состоялась рабочая встреча главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Подвели итоги прошедшего года по реализации проектов и программ, направленных на развитие образования в республике. Искренне поблагодарил Сергея Сергеевича, всю команду Минпросвещения России за тесное сотрудничество, поддержку Карачаева-Черкесии в реализации проектов в сфере образования. В нашей республике активно строятся современные школы, ясельные и дошкольные учреждения, внедряются современные технологии в процесс образования, закупается новейшее оборудование. Мы внимательно следим за сроками и качеством работ. Много внимания мы уделяли повышению квалификации педагогов и наставников. Отдельные слова благодарности за программу капитального ремонта, инициированную президентом России. Цитируя слова Владимира Путина, дети должны учиться в современных условиях и получать одинаково качественное образование, независимо от того, где расположена школа. Благодаря данной программе все больше школьников из сельской местности учатся в современных комфортных условиях. Кроме того, в республике планомерно создаются современные пространства для всестороннего развития школьников. Открываются точки роста, эффективно работает Центр выявлений и развития одаренных детей «Спутник», достаточно востребованный у нашей молодежи. С этого года благодаря решению Сергея Кравцова мы приступаем к реализации программы по строительству двух жилых модулей в детских оздоровительных лагерях. С этого года колледж, где готовят специалистов в сфере туризма и сервиса, вошел в программу Минпросвещения РФ «Профессионалитет», отметил глава республики Рашид Тимрезов. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым посетили среднюю общеобразовательную школу номер 6 города Черкесска, которая открылась после капитального ремонта. Теперь школа номер 6 – это комфортная, отвечающая современным требованиям образовательное пространство для тысячи ребят. Все учебные кабинеты, спортивные, актовые залы, школьная столовая оснащены современным оборудованием. Капитальный ремонт прошел в рамках программы капитального ремонта школ, модернизация школьных систем образования, разработанной по поручению президента России, в рамках которой были проведены все необходимые работы, начиная от обновления фасада здания до благоустройства школьного двора. Во время проведения строительно-монтажных работ были учтены все пожелания учащихся родителей и педагогов школы. Сегодня одна из самых важных дат в истории нашей малой родины. 12 января 1922 года, ровно 102 года назад, была образована Карачаево-Черкесская автономная область. Наша прекрасная многонациональная республика – это динамично развивающийся регион Великой России. И в этом огромная заслуга наших отцов и дедов, которые стояли у истоков образования региона и сыграли ключевую роль в ее становлении и развитии. Сегодня в жителе Карачаево-Черкесии сильные, волевые, талантливые, готовые трудиться во благо родного дома и родной земли, преумножают достижения наших предков. Мы бережно храним память о прошлом, чтим историю, традиции и передаем их своим детям, отметил глава региона Рашид Темрезов. Накануне на международной выставке в форуме «Россия» прошел день региона Белгородской области. Карачаево-Черкесская республика в числе регионов страны выразила поддержку жителям Белгорода, которые подвергаются регулярным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. Кроме того, дирекция выставки и посетители поддержали Белгородщину тюльпанами и специальными открытками в форме сердца, в которых гости выставки писали слова поддержки и несли на них белгородский стенд. По словам организаторов акции, тюльпаны в качестве объединяющего символа выбраны не случайно. Эти цветы символизируют любовь и счастье. Сегодня день работников прокуратуры, уважаемых сотрудников и ветеранов органов прокуратуры Карачаева-Черкесии с профессиональным праздником поздравляет глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. За три столетия с момента образования Института прокурорского надзора государство претерпело немало реформ и изменений, но неизменно то, что ведомства остаются важным звеном в системе управления страны, обеспечивает единство его правового пространства, верховенство закона. Коллектив органов прокуратуры Карачаева-Черкесии на высоком уровне справляется с возложенными на ведомство задачами, вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития региона, выполнение национальных проектов, стоит на страже интересов граждан. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачно, снег, местами сильный, ветер западный 6-11 метров в секунду, а в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью минус 12, минус 17, днем до минус 12. В горах до 17 градусов мороза и на дорогах гололедица. В Черкесии облачный снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью до 14 градусов мороза, днем до минус 11, и на дорогах гололедица. В преддверии Дня российской печати отметили работу журналистов. Представители различных средств массовой информации получили почетные грамоты за освещение событий, происходящих в республике. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Распространение информации и донесение ее до каждого из нас – главная задача средств массовой информации. И речь идет не только о традиционных печатных газетах, но и о всей цифровой среде вещания. С приветственным и поздравительным словом к присутствующим обратился министр республики по делам национальности, массовым коммуникациям и печати Мурат Ясинеев. Мы делаем одно общее дело. Я всегда подчеркиваю одно. Когда у нас спокойно в печати пишут о хорошем, значит, в минусе все хорошо, все спокойно. Хотелось бы, чтобы это спокойствие было у нас всегда. Я хочу поблагодарить вас за хорошую работу. Еще раз хочу выразить благодарность всем работникам печатных органов. Счастья, удачи и благополучия. За вклад в развитие журналистики, многолетний добросовестный труд, почетной грамотой были отмечены десятки представителей СМИ. Среди них отметили Альбину Ламкову, корреспондента службы информационных программ ГТРК Карачаева-Черкесия. Море цветов, улыбки, нескончаемые слова поздравления звучали на протяжении всего мероприятия. Журналист Ира Туаршева в редакции газеты «Черкеск Хэку» работает на протяжении 28 лет. Помнит каждый материал и гордится своей профессией. Человек сегодня не может жить без информации. И от журналиста зависит очень много, как подается информация, какая реакция будет после этой подачи. Поэтому всем журналистам желаю взвешенного слова, взвешенной печати, чтобы были интересные материалы, чтобы были творческие позывы и возможности выразить свои позывы в интересных материалах благодарных читателей. Пресса и печатное дело имеют славную историю в России. В век информационных технологий меняются форматы, объемы. Мы стараемся отвечать на вызовы времени, отметил Евгений Кратов. Он поблагодарил за поздравления приятные и добрые слова от коллег и читателей. С огромным удовольствием взаимодействуем с нашими читателями, потому что мы действительно живем в одной связке, находимся в одной связке, потому что наша задача донести информацию так, чтобы она была интересной и доступной людям. Поэтому я еще раз поздравляю всех наших коллег, всех наших читателей, желаю хороших, добрых новостей. И я надеюсь, что мы вместе поработаем еще долго-долго-долго. Чествование мастеров пера в преддверии праздника стало доброй, приятной традицией. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. В преддверии Дня Российской Печати сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карачаевой Черкесской Республике поздравили работников печатных и электронных средств массовой информации региона с профессиональным праздником. Журналистов поздравил заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Эдуард Чумаев. Мы успешно продолжим наше взаимодействие, обеспечивая принцип открытости, публичности и общественного доверия к нашей службе, отметил он. В завершение встречи представителям СМИ вручили благодарственные письма и памятные подарки. Ваша руководство понимает обратная реакция. С вами удобно, комфортно работать. У вас отличная, просто здоровская пресс-служба. Ваше руководство понимает, насколько важно правильно говорить, доносить о себе правильную, нужную информацию. Поэтому дай Бог, чтобы это понимание сохранилось. Мы рассчитываем, что мы сохраним в лице вас и наших читателей, и наших подписчиков. Вы нас всегда поддерживаете. Для нас это очень-очень важно. Прекрасная половина человечества знает, как выглядит роскошно в морозный зимний день. Конечно, в помощь придет шуба. В ней не только красиво, но и тепло. Приобрести обновку можно на меховой выставке от компании «Снежка» до 16 января, включительно по улице Кавказская, 51. Альбина Ламкова продолжит тему. Для любой женщины вопрос, как выбрать натуральную шубу, является крайне важным. Принять верное решение помогут продавцы меховой выставки «Снежка». Они часто и гости в Черкесске, но в этот раз по новому адресу. Улица Кавказская, 51, рядом с торговым центром «Панорама». На выставке представлен большой ассортимент роскошных шуб. Каждый сможет подобрать себе идеальную шубку из огромного количества вариантов. Еще ко всему стартовала новогодняя акция. Скидка – 10 тысяч рублей и песцовый жилет в подарок. При покупке любой норковой шубы в рассрочку вы получаете гарантированно песцовый жилет. Любой длины, любого цвета. За наличный расчет действуют скидки до 40%. Сезон уже начался, выставка будет недолго. Поэтому следует поторопиться и приобрести шубу по выгодной цене. Все изделия имеют электронный паспорт. Каждый покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы, что она действительно шита в России. На каждое изделие имеются сертификаты. Привезли огромный обновленный ассортимент норковых шуб с 38 по 68 размер. Идеальные условия для приобретения шубки. А именно, на нашей выставке вы можете приобрести любую норковую шубу в рассрочку сроком до трех лет без первоначального взноса и переплаты. И никаких дополнительных банковских страховок. Первый платеж у вас будет только через месяц. Размер его составит в среднем от 2,5 тысяч до 5 тысяч рублей. Поэтому, кто ждал скидок, сейчас самое время приобрести шубу на максимально выгодных условиях. Например, вот эта шубка, графит, трансформер, укорачивается низ, рукавчик. Стоимость ее по ценнику 135,750. В рассрочку она вам выйдет 125,750. И взносы получатся по 3,490 в месяц. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Ну а скидки и условия рассрочки со скидкой вас очень приятно удивят. Выбор в пользу шубы меховой выставки «Снежка» – самый оптимальный вариант. Здесь представлены очаровательно красивые, износостойкие и практичные меховые изделия. Качество и широкий выбор товара порадуют покупателей. Шуба подойдет и для повседневной носки, и для выхода в свет. Успейте купить. Выставка в Черкесске началась уже сегодня. Будет проходить до 16 января включительно по улице Кавказская, 51, рядом с торговым центром «Панорама». Альбина Ламкова, Олег Молхожев. Вести Корчаева, Черкесия. Сегодня международный день марципана. Это кондитерское изделие, которое состоит преимущественно из сахара или меда, а также толченого миндаля. Иногда в него добавляют масло или экстракт миндаля. Часть с марципаном делают конфеты, начиняют им изделия из шоколада, формируя из него фигурки, фруктов и овощей. Также его раскатывают в тонкие плосины и покрывают им торты, в основном те, что готовят на нерождение, свадьбы и Рождество. Марципан также может добавляться в кексы. Существует много легенд о его происхождении. Сегодня, в Международный день марципана, посетите кондитерский магазин, чтобы побаловать себя и своих близких марципановым лакомством, приготовленным настоящими мастерами. Кто не успел сходить в кино в новогодние праздники, впереди выходные. Сразу два фильма, две самых громких новинки лидируют в прокате и имеют огромный успех у зрителей страны у самых разных возрастов. Семейная комедия «Холоп-2» и сказочный фильм «Приключения бременских музыкантов». Это все весы на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Склифосовский». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»